На самом известном в стране горнолыжном курорте по факту сегодня начало сезона. Устоявшаяся снежная погода позволила открыть все трассы. Первый по-настоящему зимний уикенд и уже более полутора тысяч человек. На лыжах, сноубордах или тюбинге, спортивном снаряде, похожем на камеру от автомобильной покрышки. Первый раз сегодня. Я очень удивилась. Дети и люди помладше, они намного быстрее и намного легче усваивают. Со стороны немного неуклюже, но с каждым спуском мастерство увеличивается. Главное не бояться, пробовать, падать и все получится. Пару раз очень больно упал, поэтому научился. Все с ними приучил. Маленькие, сейчас на маленькой горке катаются, а мы со старшими здесь, на больших. Не нужно быть профессиональным спортсменом и брать дорогостоящие индивидуальные занятия. Горные лыжи или сноуборд, рассказывают профессионалы, под силу освоить за несколько дней. В силичах поможет инструктор. Есть люди, которые очень хорошо скоординированы. Они буквально за одно занятие могут научиться затормозить минимальные базовые упражнения. В среднем, в принципе, за первое-второе занятие люди уже более-менее комфортно себя чувствуют на лыжах. На сноуборде сложнее, зато скорость выше. А встать на горные лыжи может даже трехлетний ребенок. Для юных спортсменов проводят даже отдельный открытый чемпионат. В силичах такой примут завтра. Никогда не поздно и начать кататься. Здоровый образ жизни – это модно. И пять простых правил. Быть здоровым – это отказаться от вредных привычек. Это не быть ленивым. Это двигаться. Это заниматься лыжами. И быть активным вообще человеком. Настоящий горнолыжный сезон в силичах в 2018 еще впереди. Чтобы на горные склоны успели все, начиная с сегодняшнего вечера, до горнолыжного центра традиционные ночные катания при свете огней. Ночные катания предпочитают иностранные туристы. Разместиться в отеле горнолыжного центра даже дешевле, чем в столичной гостинице. Да и склон в шаговой доступности. Практически все зимние выходные в силичах расписаны. Будут и тематические праздники. Ближайшие, посвященные Дню защитника Отечества, соревнования ветеранов горнолыжного спорта. А уже завтра, напомню, на трассу выйдут самые маленькие спортсмены. Они соревнуются в слалами-гиганте. Алексей Кряквин, Юрий Лбовников. Наши новости ОНТ.